приветствую дорогой федор здравствуйте друзья кто не знает это наш федор макаров создатель фильма ключ к мечте федя где вот кто не в курсе может посмотреть который в поиске можно написать ключ к мечте на сайтах вам везде есть тоже то это будет как создавался метод на это потрясающе хорошо сделано потом федор был главным редактором моей книжки национальная идея россии генератор будущего а где кто-то может ее увидеть или приобрести почитать в электронном виде на ваших сайтах тоже официальных магазинах можно купить тоже набрать генератор будущего купить например и будет если бумажная книга то где-нибудь на marketplace не знаю есть она или нет там кстати говоря на обложке есть картина которую я подарил помнишь детективе с наш главный которая была ангел трубач а ангел трубач а детективы кто писала маринина маринина да у нее миллионными тиражами были книги и там в одной из книг призрак музыки там есть тоже про ключ как мальчик денис показывал своим соседям и друзьям приемы по саморегуляции да и когда она у меня была в центре защиты от стресса я и сказал марина я тебе подарю любую картину выбирая она выбрала вот эту ангел трубач и она там на обложке национальной идеи это красивая картина ромашки как появились у вас и почему именно ромашки ромашки у нас каждый почетный участник школы чек больше ухома футурус получит по одной ромашки может быть живем получит кто рядом да кто где-то находится в разных местах мы сделаем специальных с хорошим фотографом хорошие флота специальные чтобы человек мог у себя городе распечатать на холсте этого же размера и повесить на стенке и будет у него вот так наша неля шарипова повесила у себя на стенке и дома картину которую я рисовал она на холсте распечатал потрясающе получилось всем нравится я потом выставлю еще раз потому что давно она показывала это было уже полгода маши это вот как нашу николай сорокин который проводит праздники науки и великие имена он сказал ромашка это символ любви и вообще это вот любит не любит это неопределенность определенности это говорит женский цветок женский цветок и вообще это говорит даже в аптеке можно купить для лечения различных женских болезней ромашку ну короче говоря смотри сколько у меня ромашек чтобы раздавить здорово прям у вас очень как живописно как сад яркий все очень ярко сочно эти ромашки в принципе наверно можно использовать как и я как то повесить на стену конечно у меня вот кстати в связи с этим это какая-то принцесса и она улыбается видишь она между ромашками улыбается к ней там катит на велосипеде ангел велосипедист ты извини я тебе перебил но очень важное слово хочу сказать да конечно роман газенко наш который психолингвист он мне сказал вот это колеса сансары там велосипедиста а он несет благую весть колеса сансары и обрати внимание что все в мире по законам природы есть энергетика и ромашки видишь и колеса посмотри да вот интересная фраза а это берегиня ты знаешь вот я хотел спросить в связи с этими с якорениями с якорем со мной вот сегодня такая забавная довольно произошла история я у меня накопилось много дел домашних я все откладывал как погода была не очень самочувствие так не очень и сегодня вот я проснулся и понял что хороший день сегодня как раз для таких дел я засучил рукава постирал все белье пропылесосил всю квартиру потом влажную уборку сделал квартиру после дачи приехал сдачи накопилось как-то очень много всякой этой пыли все это вычистил потом прочер зеркала раковину ванну в общем по полной программе и после этого я такое чувство самоудовлетворение что ли я не знаю какой-то эйфории может быть даже появилась подвижные все эти повторяемые действия и я встал так посредине комнаты и представил что я в центре какой-то цирк или какая-то арена полно людей и мне устраивают овацию кричат федор молодец выходят какие-то красивые женщины в ярких платьях мне вручают цветы чек на миллион долларов и там ключи от лексуса но фантазии мужские стандарты насколько меня хватило вместе с этим к вам вопрос даже два вот первый вопрос нужно ли вообще себя хвалить и второй такой анти вопрос нам нужно ли себя ругать вот что вы об этом думаете метод ключ советую я думаю хвалить себя всегда нужно потому что если сам себя не похвалишь ты будешь зависеть от чужого комплимента это раз и поэтому ну когда тебе хвалят по сути правильно хвалят это приятно это правильно а иногда манипуляторы используют они же делают комплименты человеку чтобы как ты говорил зацепить на крючок и потом им манипулируют его человек который сам себя хвалит за что-то за хорошее дело сделано то он по существу сам себя поднимает его становится более устойчивый к чужим комплимент потому что ему есть кто его похвалит он сам самодостаточным это важный момент психологический да а у меня вот еще такой я упустил один момент вот когда я так стоял подаваться ими я мысленно запустил себе команду что вот все какие-то мои болячки вот там проблем с коленом там еще что-то идет восстановление восстановление полное восстановление обновления организма то есть в этом есть терапевтический эффект конечно ты сделал очень интересный феномен который я называю создание аэропорта то есть и по существу констатировал существующий процесс потом ты добавил к этой констатации то что ты бы хотел и она связалась одно с другим и произошло у нас же вот сейчас вебинар будет мы завтра уже выставляем объявление как слово как словом производить самоисцеление как раз вебинар будет на эту тему ты прямо попал в точку как можно выговариваться выговариваешь и выговариваешь а потом добавляешь что чего ты хочешь она начинает исполнять это вот именно надо вслух делать а мысленно можно это делать конечно а потом и мысленно можно можно а я там расскажу как выговариваться по-настоящему чтобы за минуту человек мог выговориться про ворчать все свои проблемы а потом добавить то что он хочет и у него начнет получаться то что он хочет его мечтаю желание исполняться на вебинаре я кое-какие элементы расскажу которая сейчас трудно объяснить там наверняка есть секретик какой-то все было так просто там два секрета я скажу интересно очень интересно это супер а второй вопрос надо ли себя ругать вот очень часто мы тоже зацикливаемся вот потом я такая сика и вот сделал кто-то вот это вот как раз таки констатация когда ты чувствуешь что ты не так что-то сделал там как раз и выговариваешься там ругаешь себя а потом добавляешь как ты хочешь чтобы было и она становится мы можем эти нюансы ты правильно заметил правильно спросил они там вебинаре будут слушай так удачно получилось даже со стороны кто не в курсе подумать мы специально рекламу вебинара делать но пусть он туда войдет и посмотрит что это такое он оттуда выйдет другим такой окрыленный вот как ты рассказал что ты был окрыленный по другому поводу так это повод то у тебя случился случайно а после вебинара ты сможешь ли они все смогут кто-то разойдет они тоже в любой момент уже получать а что у тебя там за картина это насколько я помню мук танец жизни кажется или танец смерти я как-то был на выставке и мне очень понравилось я вот себе там купил это литографии ну и как-то вот в этом спросишь если я всем почетным участникам школы хочу подарить по картине почему-то мне не спросишь почему я тебе не дарю картину ну я помню вы мне обещали но обещанного три года ждут как мы знаем так что я не тороплюсь и вас не тороплю раньше раньше я тебя раньше нарисовал раньше гораздо раньше ну вот такие должны все такие скромные деликатные я тебе прямо скажу федя как мы тебя любим и уважаем я тебе скажу что все великие люди они скромные потому что у них нет потребности щеки надувать и так все ясно и понятно а я знаю что я говорю потому что я встречался с самим термена я встречался с командиром отряда буран я встречался с такими я с братом ландау встречался вместе пьяные друг другу стихи читали ну короче я с многими людьми встречался я увидел чем величие человек по сути тем скрыть скромнее меньше пантов меньше пантов конечно я очень-то был горжу шума друзья спасибо очень приятно я вас люблю спасибо до связи до свидания будьте здоровы машка скоро у тебя будет сейчас я посмотрю куда вы